Ну что же, друзья, всем привет! Вот и настало долгожданное вступление. Я не знаю, что это такое у нас, большой набор маленьких танков. Играйте на подарочных танках, выигрывайте, выполняйте задачи, собирайте марки и получайте в награду танк А-46. Ну что, ребят, по этому поводу можно сказать. Кто не слышал, надеюсь, тот прочитал. Ну что можно сказать здесь, ничего не знаю. Второй, третий, четвертый, тоже второй, третий, второй, третий, пятый. Что это вообще такое? Забрать все танки? Вопрос, нахрена они мне нужны? Это на 4 года, это на 5 лет. Не пойму, это, то есть, если игрок играет в эту игру 5 лет, ему дают вот эту парашу 3 уровня? Или, если человек играет 6 лет, то ему дают вот эту какакищу 2 уровня? Ну, ребят, я не знаю, а вот если человек играет 10 лет, он получает танк 5 уровня? Да. Я не знаю, что здесь такое, это, ну, просто другой, а вот закрыть можно, да? Забрать все танки, я не знаю, есть ли смысл в этом. Забирать все танки, что это такое вообще? Как это бред, если честно. Так, к нам приходит награда добавлена. Танк такой-то, танк такой-то, там такой-то. Нахера оно мне надо, мусор, мне это очищать после вас еще. Где добавлено? Где это параша? Вот это вот все говно какое-то, зачем? То есть, по большому счету, видите, мы их можем продать. Этот танк 150 тысяч. Элитный танк, ну, на нем я и все равно, играть на них я не буду. Здесь одна тысяча. Здесь 100 тысяч. Здесь одна тысяча. Почему-то нижние танки всего лишь по одной тысяче продаются. На данной машине можно выполнять юбилейные задачи, боже мой. Дальше идет танк пятого уровня. Его продать можно за 300 тысяч. Еще одна какашка за тысячу и еще одна за 150. Я не знаю, зачем они нужны, но вот, допустим, берем, смотрим вот этот танк пятого уровня. Ну, не знаю, я на них никогда не играл особо и играть, конечно же, не буду. Ну, а вы, ребята, думаете, что к чему? Стоит оно того или не стоит оно того? Какая-то полевая почта. Давайте посмотрим, что здесь пришло еще. Я так думаю, что это то же самое. Вообще, конечно, если, ну, на мой взгляд, десятилетия празднуются не так. Десятилетия это должны в каждом городе, грубо говоря, ну, представьте, у них 150 миллионов игроков по всему миру. Они в каждом городе должны забабахать фейерверк, реальный причем, не здесь вот это вот рисованный, а реальный фейерверк. Кстати, смотрите, вон там мужик какой-то, да, черный рынок хотят. Я на черный рынок уже не поведусь, спасибо, не надо, мне эту фигню не надо давать. Вот. И должны были дать, ну, грубо говоря, какие-нибудь, допустим, я на чифа, мне он, в принципе, не нужен, на вот какой-нибудь колесник восьмого уровня, барабанный. Это хороший был бы подарок на десятилетие. А так это все, извините, без буквы, без первой буквы, ну, вы знаете, какая, это будет уйня. Значит, так написано, пятый финальный акт празднования десятилетия World of Tent начинается. И мы приготовили уникальный юбилейный подарок для всех игроков, премиум танки. Ребят, премиум танки засуньте себе в жопу. Можно кислому в жопу засунуть все танки. Каждому человеку из 160 миллионов людей вы подарили, сколько это, 6-7 танков. Вот вы умножьте, это будет около 7 миллионов, наверное. Нет, подождите. 700 миллионов танков можно засунуть в жопу вашему этому дегенерату кислому. Вот. Ну и... Заодно всем. Дальше давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, подождите, может быть, не стоит так прямо засовывать. Сейчас подождите. Есть ли такие машины до сих пор у тебя в ангаре? За них полагается компенсация. Нахера мне танк 2-го уровня в ангаре. Вы издеваетесь, да? Помимо уже привычной техники, ты получишь в подарок абсолютно новый, средний танк 5-го уровня. Валиант. И это тоже не все. Британский прем 6-го уровня А-46. И, конечно же, в рамках 5-го акта, значит, в юбилейном магазине появятся новые элементы внешнего вида. Эти чмошники, разработчики, во главе с кислым дебилом, клялись, божились, что никакие танки нельзя будет купить на вот эти юбилейные монеты. Оказывается, можно. Оказывается, можно. Вот так вот бывает. И эти юбилейные монеты, естественно, нормальные люди, когда услышали от разработчиков и от всех этих петухов, которые у них там в варгейминге, что, мол, все хорошо, на эти юбилейные монеты можно получить исключительно какие-то внешнего вида элементы, то когда они говорят о каких-то танках, ну, ребят, это жопа. Начинается психоз у всех людей нормальных. Ну, то есть, я уже неделю не играл на этот World of Tanks, вы знаете, и чувствую себя нормально. Но, как вам сказать, в последние разы, когда я заходил в эту игру, я начинал жутко нервничать. Ну, просто жутко, жутчайше. Такое ощущение, что мне нужны успокаивающие таблетки были. Потому что все, что шло, все было плохо. И у меня, и у игроков, и игроки не выполняли свои задачи, и все остальное. Так, ну, ладно, это все такое. Давайте посмотрим, что... Ну, понимаете, нет празднования. Они сами себе празднуют. Это, конечно, замечательно, хорошо, но люди остались... Так, юбилейный магазин. Давайте посмотрим. У меня здесь всего 4 ключа, и каких-то вот этих монет юбилейных как раз 443. И что они предлагают? Вот, что... Редкие машины предоставлены для покупки... Что это у нас? Давайте тыкнем, посмотрим. Может, что-нибудь получится. 6 дней, 14 часов, 44 минуты и 5 секунд. О, да, класс, супер, вообще обалдеть. Вы что, больные там? Просто открылся браузер, я вообще не понял, почему это вообще все. Так, что у нас здесь? Ну, я не знаю, как тут с ними бороться, если честно, ребят. Давайте попробуем зайти сюда и посмотрим. Может быть, вот здесь... Ну, вы достали, опять открывают браузер. А что, внутри вашего клиента нельзя сделать? Ничего такого, чтобы увидеть, что у вас тут в вашем вшивом магазинчике продается? Ну, это все не то. То есть, я лично ничего не вижу, то, что меня бы реально заинтересовало. Вот они предлагают за миллион 750 тысяч серебра 50 демонтажных наборов. Да идите вы нахер, я вам скажу вот прямо по-человечески. На складе у меня находится... Что у нас на складе находится? Я просто не знаю, каким образом там... Там же, смотрите, там же у нас вроде с сегодняшнего числа... Блин, я на эту тошноту детскую не могу смотреть даже. Так, сейчас, секундочку, что хотел сказать. У нас же здесь и стальной охотник зашел, по-моему, именно сегодня. Давайте попробуем узнать. Дело в том, что я думал, что стальной охотник, он точно так же, как и ранг... Как они там, предыдущая вот эта вот фигня, за которую я получил шарфутер. Вот. Я так думал, что этот стальной охотник тоже на восьмом уровне. А, по-моему, оказывается, что-то не на восьмом уровне, только вот такая вот лажа какая-то. И что, вы хотите, чтобы я вот на... Это вообще какого уровня танки? Что это за детский сад? Они что... По-моему, Wargaming... Нет, по-моему, War Thunder купила Wargaming. Вот так вот. Класс. Какое-то говно непонятное. Что это такое? Честно говоря, я не знаю, как играть в эту байду. И буду ли я играть ради One Face? Я не знаю, ребят. Не знаю. Честно говоря, я очень давно уже не играл в эту игру. И, по большому счету, мне доставляет удовольствие не играть в нее. А вот, что будет сейчас, я не знаю. Зайдет мне этот режим или нет. Что-то как-то я очень даже сомневаюсь. А, я, кстати, по-моему... А что, я выйти уже не могу? У каждого танка свои способности. А я что-то снаряды, по-моему, не взял. Ничего не взял там. Пока не знаю, что и говорить даже. Ну, в общем, ребят, что я могу сказать? Самое основное, самое главное. Это то, что, безусловно... Wargaming стопроцентные жлобы. Давайте высадимся, если можно. Как тут высаживаться? Давайте вот так. Не знаю, как это будет. Че, вот, все, можно уже играть. И что, теперь это не команда, а по одному. Я просто в прошлом году... Эта шляпа была. Я в прошлом году не играл в это говнецо. Это танк четвертого уровня. Я не знаю, на самом деле, правил. Я не знаю, куда здесь ехать. Не знаю, насколько это вообще все интересно. Я смотрел пару роликов от Юши, но мне как-то вообще не впечатлило это говно. И, соответственно, скорее всего, у меня никогда не будет тяжелого танка One Face. Нажмите X для радара. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Он хочет сказать, что там у нас враги, что ли, или что? Радар недоступен, идет подготовка. Че за чухня? А где враги-то? Что-то я... Не понимаю. Так, насколько я понимаю, идет что-то. Я тут беру какой-то захват, взял. Вот это знакомая из одной карты. Я так думаю, что не надо идти нам туда. Интересно. Ага, моды ж не работают у меня. Ну, и что будет, если я пополню 500? Это вот в такую... В такую чмошную игру я должен в одиночку играть. Я не понимаю, что это за шляпа вообще. И сколько нужно играть, чтобы выиграть потом еще One Face. Ну, вот эти жетоны же надо выигрывать. Я не знаю. По-моему, я перестаю уже играть в эту игру. Может, только зимой буду играть на ней. Хрен его знает. Пока ничего не могу сказать. А может, здесь я вообще один? Нет, вон там. Вон он, вражина где-то там. И какой-то ПТшка какая-то, да? Ну, я не знаю. Чего-то я не в курсе. Не в курсах. Где-то ПТшка должна быть. Тут еще и СТшка какая-то появилась. Ну, что она от меня сваливает? Боится, что ли? Или прячется наоборот? Что это происходит вообще, ребят? Кто-то понимает вообще, что я делаю? И делаю ли я что-то правильно? И может, мне надо что-то захватить? Я что-то не понимаю. В общем, я в этой игре не вижу вообще никакой логики. Смысл же в чем в наших боях? Командные бои, друг другу помогаем. А здесь как идиот ходишь. Я так могу сам. На карте просто самолет падает, по-моему. Я могу абсолютно самостоятельно так дома где-нибудь там в игровом этом, в игровой комнате или в тренировочной играть и все. То есть, я лично не понимаю, что это за чукча. Ну, давайте попробуем. Так, тут меня светанул. О, класс! Я еще и промазал. О, у него там что-то там есть. Ну, давайте попробуем. Нет, не пробиваю его. Класс! Вообще супер, ребят. Вообще жесть. Не, ну я не знаю даже, куда его тут лупить, если честно. Да что ты цепляешься-то? И все, да? То есть, вот как-то так. Ну, и что? И что, что машина уничтожена? В чем логика здесь? Получено за бой 15 тысяч серебра? Или что это? Обычная игровая валюта зарабатывается в боях? Опыт? Не, ребят, вы как знаете, но... Это не мой... Не мой варгейминг, не моя игра. У меня куча танков. Прям танков вообще, в которых я вложил реальные деньги. И вы знаете, участвовать в этом говне откровенном я не буду. Идите нахер, разработчики. Кислый, соси хуй, толстый. Ну, это конкретно матерился, конкретно для него. Ребят, я думаю, на этом все понятно. Я думаю, на этом я буду заканчивать. В принципе, какие-то... Я просто... Блядь... Я не знаю, что делать с этим говном, ребят. Я просто не в курсе, нахрена мне вот эти дебилы какие-то... Зачем мне мусор вот этот, который вы мне продали? Зачем он мне, вернее, подарили? Мне вот это вот... Да знаете, есть люди нищие. Вот им нужны деньги, которые стоят с протянутой рукой. А вы приходите и даете им... Вы им даете хлеба, допустим. Он говорит, ты дебил, нахрена ты мне хлеб даешь? Мне деньги давай. А, блин, что я тут пока говорю. Вот, я сейчас эту всю парашу продам. Безусловно, она мне абсолютно не нужна. Ваши вшивые подарки, сраные, ребят, из Wargaming, оставляйте себе. Вы абсолютно ничтожные дегенераты. Ну и, соответственно, ребят, всем, кто смотрел, спасибо. Если я не зашел вдруг в том настроении, то уж простите. Но просто хотел показать этим дегенератам. Я так уверен, конечно, что они не будут смотреть мой видеоролик. Хотя, вы же понимаете, что все в этом мире относительно. И кто его знает? Может быть, кто-то и зайдет, и кто-то посмотрит. И кто-то услышит хай в свою сторону. Потому что все, что вы делаете последнее, вот в это время именно, оно абсолютно бесполезно и абсолютно не нужно. Я не говорю вам спасибо, разработчики. Я говорю, что вы конченые чмошники. Вот что это такое? Для продвижения, что это? Мне за сколько? За 4 тысячи? Это я должен время терять, чтобы вот так вот вбивать? Я вообще не понимаю, что это и зачем это. Честно говоря, я не понимаю. Может быть... Да нет, он наверху стоит. Не знаю. Не знаю, ребят. Мне кажется, что Wargaming уже пора прощаться с ним, потому что какие-то оконченные заморочки пошли. Что это такое? Я забыл. В казарме мне не надо этих дебилов. Мне они не нужны, да. 4 тысячи сейчас придет ко мне. Офигеть. Так что ж такое в этой игре дурацкой. Ничего не нажимается. Вот. И я вам советую тоже, конечно, уходить из игры. Но не в том плане, что на совсем уходить из игры, а уходить из игры таким образом, чтобы... Ну, допустим, мы уйдем все. Уйдем, допустим, на месяц хотя бы. И этого будет достаточно для того, чтобы эти дебилы, разработчики, хоть что-то поняли. Ну, а еще я бы хотел уточнить один вопрос. Вот. Теперь я не могу продать. А у меня один вопрос, такой был очень важный, на мой взгляд. Вот Юша там говорил. Ой, такие разработчики офигенные, красавцы. Они снижают стоимость танков на 10%. И это навсегда. Ребята, сейчас коронавирус. Сейчас многие люди не работают. Сейчас у многих людей, ну, большинства людей просто-напросто снизились заработки. О чем может идти речь? И вот Юша говорит, что, мол, у них там, наверное, все хорошо с деньгами. У Wargaming. Но остается только ржать. Как может быть нехорошо, если они по 2,5 тысячи берут за танк. Рублей. 160 миллионов игроков во всем мире. Я не знаю. Конечно, у них все в шоколаде. На мой взгляд, конечно, с ними надо заканчивать. Нужно как-то брать инициативу в свои руки. Не чтобы они управляли Wargaming, а мы, чтобы мы показывали, что мы хотим. А не они нам давали кость, и мы за ней. Первое, я считаю, что нам нужно всем вместе, ну, хотя бы там процентов 30, если уйдет из игры на месяц, просто отдохнуть. Ведь даже если вы отдохнете месяц, где-то не поиграете в эту игру, то вы потом через месяц придете, будете кайфовать от этой игры. Поэтому этот месяц, он наоборот, круто был бы, если бы мы все ушли. А Wargaming, он бы увидел, что народ ушел, и понял бы, что они что-то не так делают. И вообще, я хочу, чтобы десятилетие Wargaming, ну, я вообще думал всегда, что десятилетие должно праздноваться, а не для галочки. Как таракан усатый все делает для галочки. Так и здесь то же самое. Всем удачи, друзья. Спасибо, что были. Хорошего всем настроения. Лучше, конечно, не такого, как у меня сейчас, хотя у меня, в принципе, нормально. Просто я не ожидал, что подарки будут такими уебищными. Удачи. Удачи. Удачи.